МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совместное заседание комиссии Горсовета. В настоящее время успешно действует практика соглашения с ОМВД России по Смоленской области и так называемым Многофункциональным Центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Водителям о новых услугах Многофункциональных Центров. А увлекаетесь каким-то сайтом, который пишет? Нет. Взрывы? Нет, ничего не упоминается. Ложное сообщение о взрыве в Драгобуже. Сегодня мы будем говорить о весне, о чувствах, которые пробуждает это время года. Творческий вечер в библиотеке Десногорска. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Депутатские комиссии готовятся к очередной 39-й сессии Городского совета. О том, какие вопросы они рассматривали, в нашем следующем сюжете. 16 марта в городском совете прошло совместное заседание комиссии по социальным вопросам, по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и по депутатской этике. На повестке дня было три вопроса. Все они касались предстоящих выборов главы муниципального образования города Десногорск. Первым вопросом депутаты рассмотрели внесение изменений в устав города в первом чтении. Также они приняли решение вынести на сессию положение о порядке организации и проведение публичных слушаний и опросы граждан Десногорска. В Смоленской области с начала этого месяца уже регистрируют первые укусы клещами людей. Кроме того, эти паразиты представляют большую опасность для животных. Укусы клещей являются причиной заражения животных таким заболеванием, как пироплазмоз. Они очень опасны и для людей. В прошлом году жалобами по поводу укусов к врачам обратились почти 2000 смолян. Примерно треть из них – дети. В Смоленске прошел видеоселектор, посвященный лечению инфаркта миокарда, в котором приняли участие ведущие медицинские специалисты из разных регионов страны. По видеосвязи со смолянами общался Леонид Рошаль, светилокардиохирургии Санкт-Петербургского центра имени Алмазова, ведущие специалисты Москвы, Ярославля, Крыма, Башкирии. В центре внимания – различные подходы к лечению острого коронарного синдрома на ранних сроках заболевания. Смоляне стали реже жаловаться на трудности в приобретении лекарств. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Александр Капустин на встрече с губернатором области. Подводя итоги работы за прошлый год, он также отметил, что на Смоленщине стало меньше одиноких матерей и детей, оставшихся без попечения родителей. А вот самое большое количество обращений смолян – более 23% – по-прежнему связано с проблемами в сфере ЖКХ. Жалобы касаются качества работы управляющих компаний и проведения капитального ремонта, а также теплоснабжения. В настоящее время вступила в силу и успешно действует на практике соглашения о взаимодействии между Управлением МВД России по Смоленской области и многофункциональными центрами по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. Подробности в сюжете. Теперь десногорцы могут получать государственную услугу по замене водительского удостоверения. По окончании срока действия, при изменении персональных данных, а также при утрате дубликат в многофункциональном центре. Для этого необходимо предоставить пакет документов. Для получения данной услуги необходимо предоставить заявление в основной форме, паспорт, документ, протяжающий регистрацию данного ожидания по месту жительства, медицинское заключение, водительское удостоверение. Услуги через портал оплачиваются со скидкой 30%. В преддверии дачного сезона сотрудники Россельхознадзора проводят многочисленные проверки по точкам розничной торговли семенами. С марта ведомство наделили новыми полномочиями проверять посадочный материал на незарегистрированные гомолинии. Кроме того, вместе с семенами цветов и овощей на приусадебный участок могут быть занесены опасные сорняки. О нарушениях продажи посадочного материала следует сообщать в отдел семенного контроля в Россельхознадзор. В этом году за них были оштрафованы уже более 20 продавцов семян. Депутаты предложили законопроект, который разрешит некоторым родителям покупать машину на материнский капитал. Единственная оговорка – автомобиль должен быть отечественного производства. Такой возможностью смогут воспользоваться многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми. Не исключено, что средства от материнского капитала можно будет направить на погашение автокредита. Вот только машину нельзя будет продать в течение трех лет. 16 марта в Центральной библиотеке Десногорска прошел творческий вечер коллектива бардовской песни «Окно». О весне с улыбкой. Подробности в нашем следующем сюжете. В читальном зале библиотеки собрались поэты, барды и просто любители поэзии. Звучали стихи, импровизации и песни. Творческий коллектив «Окно» у нас в городе существует уже на протяжении 15 лет. В его состав входят 10 поэтов Десногорска. Среди них такие известные в городе имена, как Елена Дождь, Владимир Королев, Лариса Орлова, Александр Белкин и Елена Караваева. Посвящено мероприятию «Прекрасному времени года весне». Каждый поэт пришел на вечер со своим произведением. «Все наши поэты, которые являются членами клуба, они подготовили либо свои стихи, которым уже очень много лет, либо стихи, написанные только что, то есть свежие, пронзительные строки, касающиеся весны. И мы, как всегда, пригласили всех любителей поэзии и музыки сегодня в библиотеку. И вот надеемся, что вечер получился удачным». К десногорским поэтам приехали в гости расславчане из Литературного творческого объединения «Истоки». «Сегодня приехали в Пятером познакомиться, подружиться и в дальнейшем установить контакты между собой, ездить друг к другу в гости, делиться своим творчеством». Такие встречи в нашем городе традиция, и они вдохновляют не одно поколение поэтов. 10 марта в администрации Смоленской области прошло общее собрание представителей городских советов женщин нашего региона. Одним из вопросов в повестке совещания было избрание председателя областного совета женщин. Большинством голосов на этот пост избрана Ольга Васильева, депутат Смоленской областной думы. Делегацию от Десногорска представляли член совета женщин Валентина Денисенко и председатель комитета солдатских матерей Валентина Рожкова. В Драгобургском районе полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении. О том, что теперь грозит шутнику по закону, мы расскажем прямо сейчас. Поздно ночью в дежурных частях управления ФСБ и МВД по Смоленской области были зарегистрированы сообщения от неизвестного гражданина о возможном взрыве. Службами было установлено местонахождение звонившего. Им оказался житель поселка Верхнеднепровский 1972 года рождения. Подозреваемый был в состоянии опьянения, не пускал в квартиру, угрожал взорвать дом. После задержания полицейские установили, что сообщения о взрыве были ложными. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде решения свободы на срок до трех лет. Помимо этого, в отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. По второму обвинению Дорогобужским районным судом ему вынесено постановление об административном аресте на 10 суток. И в завершении выпуска новости спорта. 29 апреля в Смоленске состоится всероссийский юношеский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы. Площадкой проведения выбран спорткомплекс «Юбилейный». Турнир будет проводиться среди юношей до 18 лет в девяти возрастных категориях. Ожидается, что в Смоленск приедут спортсмены из 20 российских регионов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова